Состоит поле страхования жизни из двух частей. Из накопительной части и из рисковой части. В накопительную программу что входит? Прежде всего, страхование жизни. Это накопительная взрослая программа. Она может быть персональной, пенсионной программой. Называется она «Золотой капитал». Это детская программа «Юниор капитал». По большому счету, это детский капитал для оплаты, например, образования вашего ребенка, для покупки квартиры, для старта в бизнесе. И очень важная опция, которая присутствует в наших накопительных программах, это освобождение от оплаты страховых премий. В том случае, если наш клиент утрачивает трудоспособность, то есть становится инвалидом по любой причине, либо в результате болезни, либо в результате несчастного случая, либо в результате смерти, если речь идет о детской программе. Риски. Очень коротко. Основные риски – это смерть по любой причине и смерть в результате несчастного случая. Дело в том, что в страховании различают два вида смерти. Причем первый по любой причине смерть, первый риск, его можно купить только в лайфовой страховой компании. Это все, что связано с несчастным случаем. Инвалидность, переломы ожоги, телесные повреждения, сотрясение мозга, разрыв мениска. Что еще к несчастному случаю относится? Укус энцефалитного плеча, у женщин, днемазочная беременность – это тоже несчастный случай. То есть неожидаемое, незапланированное событие. Вот что такое несчастный случай. Госпитализация, хирургия, восстановление по любой причине, то есть по болезни, либо в результате несчастного случая. И критические заболевания. То есть по большому счету это весь перечень рисков, которые есть в нашей компании. Критические заболевания – это женская онкология. Есть у нас отдельная программа 20 критических заболеваний, просто онкологии, 7 критических заболеваний и 32 критических заболевания. В описании к данному видео я опубликую ссылку на правила страхования и на перечень 32 взрослых заболеваний и 20 детских критических, чтобы вы долго не искали и смогли ознакомиться с этим списком. Я думаю, что многие будут удивлены, когда вы прочитаете, какие заболевания в медлайфе считаются критическими. Так вот, накопления могут быть, то есть у клиента могут быть только накопления. Это может быть пакетный продукт, который включает в себя накопления и риски в разном соотношении. То есть соотношение между накоплениями и рисками может быть классическое 80 на 20, может быть 70 на 30, 50 на 50, 40 на 60. По желанию клиента это соотношение может быть разным. Это могут быть только риски без накоплений. Либо это могут быть накопления, например, сингл-премиум. То есть это программа, которая покрывает всего два риска – дожитие и смерть. То есть вот этих рисков, которые в правой части слайда, их в такой программе не существует. Ну, одним словом, есть масса вариантов. И давайте сейчас я все-таки сделаю несколько важных акцентов. На данном слайде я отметила красным в накопительной части программу освобождения от оплаты страховых премий для того, чтобы подсветить всю важность и ценность этого продукта. Мне очень часто задают вопросы наши клиенты, ну, клиенты компании, которые по запросу в интернете попали на мой канал, послушали мои видео о том, как работает медлайф в условиях военного положения. И задают мне вопросы в личку. Светлана, вот у меня сейчас сложности, например, там одна женщина мне написала, я сейчас нахожусь в Германии, уехала из Харькова, возвращаться некуда. Скажите мне, пожалуйста, в чем выгода? Зачем мне сохранять свой полис, если я не буду возвращаться в Украину? Так вот, ну, про выгоду в страховании жизни сложно говорить, может быть, это по-другому как-то называется, не выгода, да? Я просто хочу вам подсветить всю ценность этих программ. Если речь идет о взрослой программе, освобождение от оплаты страховых премий – это уникальная опция, которую, в принципе, ни одно финансовое учреждение не продает. Если вы накапливаете деньги в пенсионном фонде, либо в банке, ну, это такие, скажем так, классические нерисковые способы накопления или сохранности денег, в этих финансовых институтах нет освобождения от оплаты страховых премий. Только в лайфовой страховой компании и не в каждой лайфовой страховой компании, в частности, в медлайфе эта опция есть. Причем не в каждой страховой компании по любую причине компания освобождает от оплаты страховых премий. В медлайфе не имеет значения, в результате болезни это произошло, либо в результате несчастного случая. По поводу рисковых программ. Почему я выделила все, что связано с несчастным случаем и риск смерти красным? Потому что это то, что чаще всего происходит. И чаще всего происходит именно сейчас в условиях военного положения. Травмы, телесные повреждения, все, что связано с несчастным случаем. Это не значит, что критические заболевания не нужны. Их не нужно сохранять. Нужно сохранять все. Важно все. И накопление, и пенсия, и детские программы, и освобождение, и несчастный случай, и госпитализация по любую причину, и критические заболевания. Скажу вам более. Я недавно слушала интервью министра здравоохранения Украины, господина Лешко, и он сказал о том, что за последние три месяца украинцы постарели на 20 лет. То есть те заболевания, которые были характерны до 24 февраля для 60-летних украинцев, сейчас эти заболевания диагностируют 40-летним. То есть люди находятся в постоянном тотальном стрессе. И в такой ситуации чаще всего проявляются заболевания. Если у человека была предрасположенность, например, да, либо какое-то хроническое заболевание, все это обостряется, увеличилось количество инсультов, инфарктов, увеличивается количество диагностирования онкологических заболеваний. То есть ситуация, в которой мы находимся, она провоцирует весь спектр заболеваний. Поэтому я считаю, что нужно сохранять все. И накопление, и риски. Накопление я вам рассказала, почему нужно сохранять. Потому что есть вот эта основная опция, кроме самого страхования жизни, еще освобождение от оплаты страховых премий. И в рисковой части практически все нужно сохранять. На самом деле полис страхования жизни – это добровольный вид страхования. И иметь этот полис или не иметь, каждый человек принимает самостоятельно. А сохранять этот полис или не сохранять, тоже каждый человек принимает самостоятельно. Ну, давайте вместе попытаемся разобраться все-таки, стоит это делать или не стоит. Для начала озвучу вам несколько важных моментов, очень коротко. Согласно пункту 4.1.1, правила страхования. Правила страхования – это основной документ страхования. И у любой уважающей себя компании они находятся в открытом доступе. В Медлайфе правила страхования находятся на сайте компании. Так вот, согласно пункту 4.1.1, любое событие не считается страховым. И страховая выплата не осуществляется, если оно произошло в результате войны или военных действий. Это касается и военных, и гражданских. О чем идет речь? Если наш клиент предоставляет документ медицинский, в котором написано, что с ним произошло, как основание для выплаты, вместе с заявлением о выплате страхового возмещения, не прослеживается связь с войной прямо или вопросленно, тогда это будет страховое событие, и Медлайфе осуществит страховую выплату. Если в медицинском документе, который предоставляет наш клиент вместе с заявлением на выплату страховую, четко прослеживается связь между войной и военными действиями, тогда это не страховое событие, и страховой выплаты не будет. Это очень важно понимать. Это классическое исключение из всех договоров страхования, лайфовых и рисковых во всех странах мира. Все, что связано с войной и террористическими актами, не является страховым событием. Но руководство Медлайфа приняло решение принимать к рассмотрению абсолютно все события, в том числе, которые произошли в результате войны или военных действий, и от гражданских, и от военных. Это не значит, что в 100 случаях из 100 Медлайф что-то будет выплачивать. Но все эти события мы регистрируем. Это нам необходимо, важно знать для статистики, для того, чтобы понимать, когда закончится война, сколько было заявлений от гражданских, сколько от военных. И специальная комиссия, которая не находится в Украине, комиссия Медлайфа, будет принимать решения по каждому отдельному случаю, индивидуально. И каждый клиент, либо выгодоприобретатель по риску смерти, получит индивидуальный ответ по зарегистрированному событию. То есть, еще раз, вернемся к предыдущим слайдам. С другой стороны, согласно правилам страхования, все, что связано с войной, не является страховым событием, и выплата не предусмотрена. С другой стороны, мы принимаем документы и готовы рассматривать все события. Это значит, что Медлайф готов осуществлять эксграцию нашим клиентам. Есть такой термин страхования. Что такое эксграция? Это выплата компании в исключительных ситуациях, когда она платить не обязана, но выплачивает по гуманитарным, либо каким-то другим соображениям. Для Медлайфа эксграция – это имиджевые выплаты. Наша компания обладает финансовыми ресурсами, и мы можем себе позволить эксграцию своим клиентам. Такую маленькую ремарку хочу сделать. У нас в апреле месяце, в самом начале войны, в агентстве Медлайфа была встреча с ливанскими коллегами, и они нам рассказывали о том, что Медлайф Ливанский осуществляет эксграцию своим клиентам. Именно по этой причине, я думаю, в большей степени по этой причине, Ливанский Медлайф является лидером на ливанском лайфе на страховом рынке, потому что ни одна местная страховая компания…